Санкции опасны тем для России, что это может привести к самоизоляции нашей экономики от остального мира. Это ужасно, потому что экономика в глобальной сегодня ситуации может только выжить. Другие экономики все неуспешны, ну например Северная Корея. Эти санкции искусственно вызваны нами же самими из-за неправильных действий нашего руководства прямым текстом. И почему-то нам сказали, что они неизбежны, и надо жить, и смирившись с ними. Мне кажется, надо сделать все, чтобы их не стало, как можно быстрее. Вам сказать, что надо сделать? Я выступил с петицией о мере, в которой я предложил людям способ выхода из ситуации с Крымом и с Востоком Украины. Под этой петицией собралось 104 тысячи подписей в интернете. Дальше она никуда не двинулась. А там был предложен конкретный, практический выход, как выйти из этой ситуации с честью для страны, не потеряв ни лицо, ни территории, ни идеи, и тут же снять санкции. Заключалось это в том, что есть специальный механизм, который создала ООН еще после окончания войны, который позволяет по заявлению стран, которые не могут решить какие-то конфликты, любые, брать эти территории под специальное кураторство на определенный срок времени. Да, появилась бы граница от России и от Украины, но моментально бы там открылись банки западные. Это бы территория за 20 лет кураторства, например, Швейцарии или Швеции, могла бы приобрести уровень жизни, сравнимый с Германией и Австрией. А Россия и Украина подтягивались бы к этой территории. Раз она спорная, надо ее выделить, потому что конфликт другими способами сейчас нельзя загасить. Но когда я сказал, что к этой территории надо присоединить часть Запорожской и Херсонской области, Мариуполь и дальше Крым, как российскую территорию, да, она превращается по конфигурации в Италию, сапожок, где за 20 лет уровень жизни скачет вверх, где там совершенно другая юрисдикция, как Гонконг, который потом совершенно спокойно решит, что делать. Через 20 лет, может быть, не будет границ в Европе, а может быть, территории вернутся все в Украину, а может быть, в Россию, а может быть, они станут независимой какой-то страной. Но это спокойно, тихо, без конфликта и без санкций. Без санкций ко всем. И с тем, что моментально в Европе создается территория мира стабильности, без войны, без расстрелов, без смертей. Я вот это рискнул предложить. Меня пока они никак не санкционировали за это ничем. Но все может быть. Народ это воспринимает плохо. Хотя это реальный выход.